Друзья, здравствуйте! Продолжаем наш разговор о магии Луны и ее влияние на нашу каждодневную, или, как говорили астрологи древности, подлунную жизнь. У Луны много различных циклов, но все-таки один из главных и достаточно сильно влияющий на всю нашу каждодневную жизнь – это полный цикл лунных фаз. То есть период времени от новолуния до новолуния, когда Луна полностью исчезает с ночного неба. Этот период времени называют как в астрологии, так и в астрономии, и в науке называют синодическим лунным месяцем. Не надо быть астрологом, чтобы отличать лунные фазы одно от другой, но важно отметить, что между новолунием и первой четвертью проходит примерно 7 суток. Между первой четвертью и полной Луной проходит еще 7 суток. И период от новолуния до полнолуния мы говорим, что Луна молодая или растущая. А когда этот полный диаметр начинает уменьшаться, этот период времени мы называем старой Луной или убывающей Луной в полном соответствии с ее размерами. Так вот, от полнолуния до второй четверти, то есть четверти старой Луны тоже 7 суток проходит, примерно 7 суток. И, наконец, от второй четверти до новолуния еще 7 суток. Нетрудно понять, что именно так родилась наша семидневная или семисуточная неделя. И, собственно говоря, именно этот период времени определяет всю жизнь человечества в большинстве стран мира. Астрологи научились различать и более тонкие влияния на нашу земную жизнь, определяемые понятием аспектов между Солнцем и Луной, то есть угловым расстоянием между Солнцем и Луной. Аспект – это определенное угловое расстояние между Солнцем и Луной на эклиптике. Я выделяю следующие угловые расстояния между светилами, о которых в ходе наших бесед мы будем говорить очень подробно. Это 30 градусов, 45, 60, 72, 90, 120, 135, 144, 150 и 180 градусов, а также соединения. Когда оба светила находятся практически в одной и той же точке, или, по крайней мере, их проекции на эклиптику, потому что орбита Луны немножко отличается от орбиты Солнца. Иногда она бывает немножко ниже Солнца, иногда немножко выше Солнца, там в северном склонении мы говорим, в лунном склонении. А если они совпадают, что бывает вблизи лунных узлов, об этом мы тоже, я думаю, у нас будет возможность поговорить подробно, наступают затмения. Но сегодня только о лунных фазах. Находясь на перечисленных угловых расстояниях, взаимодействие Солнца и Луны вместе с этим и происходит влияние на нашу жизнь. То есть задается определенная ритмика нашей жизни, нашей физиологического и психологического состояния. В большей степени влияют расстояния, которые называют, скажем, аспектами мажорными или птолемейскими. Это соединения 60 градусов, 90, 120 и 180 градусов. Все остальные из перечисленных аспектов их называют минорными, и они обладают несколько более слабым взаимодействием, и время их действия, опять же, несколько меньше, чем время действия мажорных аспектов. Время влияния каждого аспекта определяется понятием орбиса каждого из аспектов. Для нас мы будем учитывать их просто через время их влияния. Для сильного действия время влияния больше, для более слабого оно меньше. Для людей, не искушенных в астрологии, время действия каждого аспекта я буду измерять в днях и часах относительно времени точного новолуния. Ну, а время новолуния очень легко найти в любом календаре или с помощью интернета. Сегодня начну с новолуния, то есть соединения Солнца и Луны. При этом Луна исчезает с ночного небосвода, так как вместе с заходом Солнца скрывается за горизонтом. Влияние новолуния на людей продолжается около полутора суток. В это время, ну, соответственно, половина до точного новолуния и половину после. В это время средняя температура тела у многих людей несколько понижена, обмен веществ в организме замедляется, и защитные силы организма ослаблены. Артериальное давление тоже в среднем немножко снижается, что делает гипотоников, то есть людей с пониженным артериальным давлением, особенно уязвимыми в этот период времени. Некоторые из них говорят, что они себя чувствуют как дохлые мухи. А вот гипертоники получают некоторое облегчение, то есть для них этот период, ну, более позитивен. Появляется сонливость, труднее сконцентрировать внимание, скорость реакции водителей снижается, что приводит к увеличению числа аварий и несчастных случаев. Дети более капризны, ну и роды проходят медленнее обычного, и несколько растет вероятность осложнений. Личная инициатива и творческие потенции большинства людей находятся на спаде. Снижается уровень критического мышления. Многие люди больше обычного подвержены внешним влияниям, что делает это время вполне позитивным для обманщиков и манипуляторов. Разумеется, это время не способствует интеллектуальной деятельности и принятию важных жизненных решений. В случае публичных выступлений легче воздействовать на эмоции людей, чем на их интеллект. Некоторые авторы именно этот период времени рекомендуют для начала новых проектов. Но эта рекомендация ошибочна. Новые проекты надо начинать не раньше двух дней, ну а лучше двух-трех дней после новолуния, вблизи следующего аспекта Солнца и Луны. Следующий аспект Солнца и Луны – это аспект молодой Луны, когда Луна начинает опережать Солнце в своем движении на 30 градусов. Этот аспект называется полусекстиль. Следующим аспектом лунного, так сказать, месяца – это полусекстиль, как я сказал. В это время на ночном небе уже появляется узкий серп Луны. Аспект 30 градусов – минорный, и длительность его действия существенно короче периода новолуния и составляет 9-10 часов. Середина этого периода времени отстоит от момента точного новолуния на двое с половиной суток. Ну, для астролога очень легко найти все эти аспекты, а для неастролога я именно даю такие разъяснения, поэтому если вы знаете точное время новолуния, найдете с интернета и с календаря, то вы эти периоды времени будете очень легко находить. Природа как бы просыпается в этот период времени после кратковременной спячки новолуния. В это время неплохо позаботиться о покупке продуктов для дома и семьи, хочется порадовать себя и близких сытной едой, хорошими напитками, застольем. Женщины с удовольствием посетят парикмахерские или салоны красоты, одновременно не очень забывая о семейном бюджете. Прекрасное время для занятий с маленькими детьми, чья плаксивость и раздражительность куда-то исчезают. Время приятного эмоционального общения для влюбленных, отличное время для романтических свиданий. Этот период времени позволяет в большей степени надеяться на положительный ответ на предложение руки и сердца. Любые подарки будут восприняты благосклонно, но они не должны быть слишком оригинальными и желательно иметь материальную ценность. Неплохое время для новых начинаний, особенно в области практической деятельности. Отличное время для сбора сезонных корнеплодов, так как в это время большинство питательных веществ сосредоточены именно в них. Ну и вообще неплохое время для посадки растений, их подкормки и ухода за ними. Женам легче вдохновить мужей на ремонт комнаты, квартиры или хотя бы чайника. Мужьям в это время несколько труднее отказаться от этих, часто не очень любимых ими, работ. Жалко терять это время на деловые свидания, да и заниматься активной интеллектуальной деятельностью тоже не очень хочется. Если этот период лунного цикла приходится в ночное время, большинству людей снятся спокойные, гармоничные сны. Главный недостаток этого периода времени – его краткосрочность. После этого волна лунного цикла из легкого позитивного подъема переходит в негативную фазу. Но об этом мы поговорим на нашей следующей встрече. Желаю вам успехов. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова